Все школы соберутся в одном месте и мы еще раз проводим вас в последних путях жизни, в прошлой жизни. Последних путях жизни. Последних путях жизни. Странные фразы чиновников всегда высмеивают в соцсетях. В филологическую ловушку может попасть как сельский, так и достаточно высокопоставленный госслужащий. Как победа? Никого нет. Они друг друга конвитурейшн, друг друга поздравляют, чмоки-чмоки. Станислав Саламович, как вам группа? Не знаю, как это слово назвать. То, что нам достали, то и есть. Но, например, не все брошенные барнаульцы обращают внимание на то, грамотны ли выражаются чиновники. Наверное, грамотно. Грамотно? Вот вы новости смотрите, вам слух никогда не режет? Я очень редко смотрю телевизор. Просто слышу, что неправильно и все. Ну, это в основном формулировки слов какие-то? Ну, формулировки слов и сами слова. В плане речи я даже не знаю, что сказать. Но мне кажется, что у них очень такой ограниченный словарный запас. Язык чиновников – отдельный пласт деловой речи, говорит филолог Надежда Шпильная. В нем содержится много политической и экономической терминологии. Есть и специальные клише для официальных комментариев. При этом в основном ответы госслужащих гражданам письменные. Это тоже влияет на речевую деформацию. Эту проблему можно было бы избежать, если бы мы уделили внимание коммуникативной грамотности чиновников. То есть тому, чтобы чиновники умели доносить информацию до аудитории. В коммуникативную грамотность входит умение логично выстроить предложения и простыми словами ответить человеку на вопрос. Президент России поручил подтянуть грамотность чиновников страны всего за полгода. В перечне требований не только устная, но и письменная речь. А именно знание орфографии и пунктуации. В администрации городов и районов, конечно, есть корректоры, которые следят за грамотностью письменных ответов. Но президент России хочет, чтобы каждый госслужащий обладал знаниями русского языка в совершенстве. Проблема не совсем хорошей, высокой грамотности наших муниципальных служащих, она иногда имеет место быть. Из стен администрации никогда не выходят ответы с орфографическими ошибками или там безграмотные, потому что мы все эти ответы проверяем и из-за стен администрации всегда выходят грамотные ответы. Время от времени в районах администрации Барнаула для служащих уже проводят ликбезы по русскому языку. Теперь обучать планируют в обязательном порядке. В какой форме и как мониторить эффективность пока неизвестно. Но к 15 сентября чиновники должны знать русский язык от «а» до «я». Филологи говорят, что шести месяцев будет вполне достаточно для достижения этой цели. В этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком.